А вы уже сделали зарядку? Если нет, самое время подумать о спорте. Тем более у нас сейчас гость, соответствующий, заведующий, так сказать, сектором ГТО у нас в республике, с фамилией тот же подходящий Сергей Скок. Доброе утро. Сергей, скажите, пожалуйста, вот много ли у нас спортивно-ориентированных людей и вообще что такое ГТО? Давайте просто объясним. Конечно. ГТО является полноценной программой физического воспитания нашей страны. Это всероссийский физкультурно-спортивный комплекс. Особенность его в том, что он включает по медико-возрастным группам 11 ступеней разных возрастных групп от 6 до 70 лет и старше. То есть фактически от 70 лет и старше, от 6 лет, скажем так, люди могут заниматься, принять участие в этом комплексе, проверить свою физическую подготовленность. Есть уровни трудностей, которые соответствуют бронзовому, серебряным, золотому знаку отличия. Также есть масса программ, методических рекомендаций, которые улучшаются, на которых постоянно проводится работа. Это по поводу стимулирования населения. То есть если получил человек знак, чтобы у него было какое-то за это поощрение. А все же, что побуждает людей сдавать ГТО? Ну, видимо, знаете, вот сейчас мы плутно работаем с Министерством образования и с молодыми людьми. И там как раз буквально несколько недель назад у нас было совещание с методическим объединением именно воспитательной работы. И там вот сейчас проходит год отца, скажем так. И вот я рекомендовал тоже включить эту программу, потому что каждый отец своего ребенка хочет научить, там, мальчика потянуться, однозначно научить плавать, да, ребенка своего. И, в общем-то, все эти программы ГТО, они включают в себя такие разделы, то же самое, как плавание, как потяивание, как отжимание, качать прессу, словно говоря. И взять с ним и пойти сдавать нормативы, показывать, какой он крутой папа. Конечно, да. И это очень приветствуется. Почему? Потому что очень интересно наблюдать, когда, допустим, у нас сдают спортивные школы, когда тренера уже некоторых возрастов, скажем так, 60 лет и старше, и их воспитанники совсем молодые еще люди, юные спортсмены, вот они болеют друг за другом, и у них хотя разные нормативы, скажем так, но они друг друга поддерживают. Это такой азарт в глазах, это настолько увлеченность людей. Также это в семейном кругу потом идет обсуждение. Я думаю, что не преувеличу, что в некоторых случаях это и сближает семью. А из года в год комплексы упражнений одинаковые? Я, допустим, помню, мы телекомпании наши сдавали ГТО, там бегали, гранаты кидали, там подтягивались. Или периодически добавляются какие-то новые нормативы, как сам комплекс упражнений разрабатывается? Ну, дело в том, что здесь комплексы упражнений разрабатываются институтами, скажем так, физической культуры, также проводятся различные семинары и, конечно, работа улучшается с новыми реалиями, скажем так, и также зависит от региона. Допустим, каждый субъект Российской Федерации, скажем так, у него есть национальные виды спорта какие-то, которые обширно развиваются, он может тоже подать заявку и включить им на своем регионе, чтобы было дополнительно включены какие-то виды упражнений. Или какой-то вид спорта. У нас на лыжах не погоняешь, но вот, допустим, какая особенность у крымчан есть? Что-то, может, с горами связанное? Конечно, есть такой один из нормативов комплекса ГТО, выполнение, это туристический поход с приведкой туристических навыков. Даже такой ГТО? Совершенно верно. Вот он очень, мы сейчас хотим его сделать достаточно популярным для республики, уже подаются заявки, скажем так, чтобы массово его проводить. Активно нам этом будет помогать Федерация спортивного туризма республики. Поэтому достаточно простые упражнения, простые навыки. Это разжечь костер, установить палатку, знать элементарные узлы, которые, скажем так, да. Это даже больше какие-то курсы выживания, я бы сказал. Ну, эти навыки, я думаю, пригодятся всем, особенно молодым людям. И, скажем, там поход, это молодая возрастная категория, там 10, 12, 15 лет, это до 10 километров, скажем так. Это не очень большая нагрузка физическая. Нет, это нормально. Да, и там 3-5 километров, до 6 километров, это уже более взрослое население. То есть, как будто бы здесь физическая нагрузка не очень большая, но это очень интересно. Включая, что у нас такие есть прекрасные исторические места, географические, в общем-то, памятники. Такие регионы тогда рассматриваются в первую очередь. Мне, допустим, очень нравится Бахчисрайский район. Бахчисрайский район, он прост, даже то, что горы относительно невысокие, много исторических памятников, очень красивые виды, пейзажи открываются. И, в принципе, все навыки, которые необходимы для туризма и для сдачи нормативов, все условия для этого там есть. Я с вами согласен, конечно. Они тоже за эти виды, это и так и любят скалолазы. Это же у нас в Бахчисрайском районе не больше всего. Конечно, конечно, да, Староселье это там. А вот если вернуться к вопросу мотивации, не рассматривали, допустим, такой вариант? Вот мне кажется, если заставить прям 11-12-10-классников реально там бегать, прыгать, сказать, а вот у вас, допустим, будут бонусы при поступлении. Нет такого варианта? Конечно, этот вариант в первую очередь разработан. Вы в самую точку попадаете своим вопросом. Естественно, для молодых людей, для поступления в высшее учебное заведение и определения уже статуса своей жизни, скажем так, это момент в том важен. И, конечно же, он прописан в первую очередь при поступлении в ВУЗы от 5 до 10 баллов засчитывается при золотом знаке ГТО. И это учитывается всеми приемными комиссиями. Напомните, сколько сейчас всего баллов есть? Шкала до 100 или? Ну, дополнительные баллы при поступлении от 5 до 10. Нет, вообще, сколько шкала максимальная там баллов? Допустим, я поступал, когда еще лет 10 назад. Угло 100 мы, да? Угло 100 баллов сейчас, да, по-моему, такая ситуация сохранилась. Ну, 20-я часть уже неплохо. Немножко мы плохо, да, конечно. Планируете ли как-то все-таки ужесточить условия прохождения нормативов? Или, может быть, наоборот, для определенных групп категорий, наоборот, снизить вот этот порог? Или, в принципе, пришел, что смог, то показал, все, нет, ушел? Дело в том, что здесь есть пробное тестирование. Самое главное, это зарегистрироваться в электронной базе данных. То есть человек, когда вот он проходит регистрация, она очень простая, можно даже русскими буквами ГТО выбить, и сразу же здесь регистрация, все остальное открывается. Единственное, что нужно это знать, свою электронную почту туда ввести, условно говоря, и залить фотографию для идентификации, потом ваши последующие. И в этом личном кабинете вас уже фактически ведут по дате рождения, уже нормативам, переход в другую возрастную ступень, и заливка протокола осуществляется тоже. Все автоматически, да, уже? Да, автоматически. То есть если вы в центре тестирования, проходите тестирование, даже принимаете не все, там, 7-8 упражнений, необходимые для получения знака, а, скажем, 2-3 упражнения вы приступаете, то уже это в заливке ваша идет, и, то есть потом вы, когда остальные упражнения сдаете, уже даже автоматически вы уже знаете, система вам выдает, вы сдали на бронзовый, серебряный или золотой. Ну, просто легко и кайфовый. И что вам нужно доработать. Спасибо большое, что пришли к нам в гости. Спасибо за беседу. Я напоминаю, что у нас в гостях сегодня был Сергей Скок, заведующий сектором ГТО учащейся молодежи Минспорта Крыма.